Тумсо, ты поверг меня в крайний шок своим отношением к телевизору. Все-таки после молотка ты несколько изменился. В Мичигане, вооруженные автоматами, участники митинга против самоизоляции проникли в Капитолий, напугав сенаторов. Никого даже не задержали, но исламофашист Тумсо будет и дальше сравнивать шариат, где смерть за инакомыслие с США. Когда начинать, бисмиллаху, альхамдулиллаху, ассалату, ассаламу аля, ассаламу алейкум, араматуллаху. Я помню, многие спрашивали про это кресло, все интересовали, скучали по нему. Вот, как видите, кресло к нам вернулось. Качество у нас теперь тоже хорошее, с интернетом я тоже разобрался у меня теперь. В общем, теперь у нас, иншаллах, эфиры пойдут в качестве до покушения. Чуть не забыл поставить лайк. Да, кстати говоря, лайки будут способствовать тому, чтобы наш эфир выходил в рекомендуемые, в тренды, чтобы больше людей увидело. Так что, кто имеет такую возможность, живет не дома, кому за лайк ничего не будет, то тебе ставьте. Если есть какая-то опасность, то лучше не ставьте. Наоборот, можете дизлайк поставить, чтобы, если что сказать, я к нему зашел и вот дизанул его. Видеть его просто не могу, чтобы вы могли сказать. А то, если вы нарушите карантин и еще как отягчающее у вас пойдет то, чтобы вы поставили мне лайк, то, возможно, там будет даже уголовное преследование или, хуже того, смерть. Привет, Тумсо. Ты говорил, что чеченцы никогда не были христианами. Но историки говорят обратное. В X веке Грузия евангелизировала ближайшие регионы и Чечню. В XIII веке христианство стало основной религией войнахов, а войнахские сообщества выступали союзниками Грузии. Потом пришел Тамерлан. Привет, Саша. Насколько я знаю, никто из историков подобное я не слышал, чтобы говорил когда-либо. И никаких признаков присутствия христианства, кроме того христианства, которое появилось уже после того, как к нам пришел наш большой сосед в виде России с завоеванием и построил у нас свои казачьи станицы. Соответственно, у нас тогда появилось и христианство. А так никаких следов христианства у нас нет. У нас мы находим следы язычества. Они находятся в различной криптографии, или как это называется, на камнях всякие рисунки и прочие вещи. Да и вообще в целом в обычаях людей такие вещи просматриваются. Какие-то отголоски прошлого невежества. И вот среди этих отголосков нет никакого такого христианского акцента. Мы не находим. Поэтому не знаю, где ты такое вычитал. Может быть есть такое мнение среди каких-то историков. Не в курсе. Я не историк, это, наверное, все-таки не моя тема. Об этом лучше поговорить с историками. Спорить на эти темы не буду. Останусь при своем мнении. Вы можете оставаться при своем. Гузман. Вот то, что Гузман пишет в Инстаграм, это действительно мой Инстаграм. Абдурахманов. В конце ОФФ, нижняя черточка, брос. Тоже, кто хочет следить за деятельностью в Инстаграме, подписывайтесь. В Инстаграме мы проводим еженочные эфиры. Иногда бывает даже два эфира. Сейчас в Рамадан все равно ночи короткие. Ждешь рассвета, пока кушаешь и так далее. В общем, бывает, что даже два эфира за ночь провожим. Томсо. Шалом. Как мусульмане относятся к видеоиграм? Ты сам играешь? Это же вопрос бытовой. Он же не относится к каким-то религиозным моментам. Кто хочет, играет. Кто не хочет, не играет. Я не играю, честно говоря. У меня как-то и времени нет, и, честно говоря, как-то интереса к этому нет. И вообще, я, когда захожу в такие магазины компьютерные, вижу вот эти Sony PlayStation, приставки Xbox, по-моему. И, не знаю, может, я как-то отстал. Мне кажется, кому это сейчас интересно? Кто их покупает? Для кого это делается? Но, видимо, есть на это все-таки спрос, раз эти вещи продаются. На мой взгляд, телефон сегодня настолько заменил вот это все, все эти игры. Даже вот эти компьютеры, если они в дальнейшем дадут такую возможность, как, например, проводить вот эти эфиры, интегрировать какие-то сторонние площадки, пока в телефоне это нельзя делать. В телефоне ты можешь проводить эфир, но ты не сможешь интегрировать туда площадку доната. Хотя, может быть, уже даже кто-то это и реализовал, но я пока не видел. Мне кажется, телефон и в плане игр, и в плане работы полностью вытеснил все вот эти приставки и прочее. Телевизор – это... Я когда прихожу к кому-нибудь в гости и вижу там телевизор, я не понимаю, что это за аппарат. У меня такое ощущение, что это из прошлого века что-то там стоит. И когда люди это обосновывают, говорят, ну, фильм удобнее смотреть на большом экране, нам больше нравится, там, в YouTube, там, у тебя иногда смотрим на экране. Я не знаю, я этого искренне не понимаю. Мне кажется, вот этого вот, вот этой площадки телефона и для фильмов, и для работы, и для досуга, там, для всего, в общем, достаточно вполне. На мой взгляд, в будущем это вытеснят все. Телевизор точно вытеснят. Насчет приставок, может быть, для детей это будет интересно, да, покупать детям эти приставки. Я имею в виду игровые. Но тоже не знаю. Короче, я не в теме, скорее всего. Наверное, кто-то со мной сейчас поспорит. А где же футбол смотреть? ТВ большой только. Футбол тоже в телефоне смотреть. Я сам не смотрю, я понимаю, вот, прикол кинотеатра, вот это мне понятно. То есть, если выбирать, говорить, значит, я могу посмотреть фильм в телефоне, но лучше я пойду и посмотрю его в кинотеатре, да, вот это мне понятно. Но покупать телевизор для того, чтобы смотреть фильм не в телефоне, а в нем, вот это мне непонятно. Кинотеатр и телефон здесь, да, в основном ты будешь смотреть фильмы на телефоне, но иногда ты можешь сходить в кинотеатр, чтобы посмотреть какую-то премьеру там со всеми спецэффектами, и IMAX там, и прочее. А телевизор мне непонятно. Телевидение, люди, которые смотрят телевидение, они мне тоже непонятно. Мне кажется, это тоже какое-то поколение 20 века. Я сам очень давно не смотрел телевизор. Я смотрел телевизор, когда я был в закрытом лагере, сидел в тюрьме польской. Вот там другого выбора не было. Ты хочешь, не хочешь, смотрел этот Евроньюз на русском языке на единственном телевизоре в холле, который там стоял, и в основном там были каналы на польском, на английском языках. И вот было несколько каналов на русском языке. На одном канале крутили фильмы, причем один и тот же фильм там могли крутить неделю. Например, «Побег из шоу Шенка». Я его посмотрел там в закрытом лагере. Ну и Евроньюз, конечно, ты как бы был в курсе событий, узнавал новости. А так, чтобы поставить себе дома телевизор и смотреть по нему телевидение, на мой взгляд, наше поколение, даже не то, что наше, я-то тоже из того поколения, конец 20 века, но свежее поколение, люди, поколение Путина, как их называют, они, я не думаю, что будут смотреть телевизор, и что вообще кто-нибудь из них смотрит телевизор. Новости там, какие-нибудь развлекательные каналы. Кто-то скажет, ну есть же ТНТ, там, это же интересно. Ну, это все есть в Ютубе, это все есть в интернете, тоже нет смысла смотреть телевизор. Тумсо, ты отстал от жизни, у тебя нет телевизора, потому что у тебя нет гостей, во-первых. Ты не учишь языки, во-вторых. А как это связано с телевизором, гости и языки? Тумсо, ты поверг меня в крайний шок своим отношением к телевизору. Все-таки после молотка ты несколько изменился. Может быть, может быть. В Мичигане, вооруженные автоматами, участники митинга против самоизоляции проникли в Капитолий, напугав сенаторов. Никого даже не задержали. Но исламо-фашист Тумсо будет и дальше сравнивать шариат, где смерть за инакомыслие с США. Я буду всегда приводить какие-то аналогии и сравнения там, где они уместны, безусловно. Что касается того случая, о котором ты говоришь, я не знаю, насколько это реально. Проникнуть в Капитолий, не видел такой, конечно, информации. Но в целом мы знаем, что в США в большинстве штатов разрешено ношение оружия, хранение и ношение оружия. И это является такой изюминкой Америки, наверное. Субтитры создавал DimaTorzok